Друзья, если вы любите исторические игры серии Total War, то настоятельно рекомендую канал товарища Танатиса. Он вам продемонстрирует лучшие модификации по Total War Rim 2. Вы просто обязаны взглянуть на них. Автор хорошо подаёт материал, отличный разбор и модификаций, отзывчивый и открыт к новым идеям в Total War. Также Танатис проводит стримы по разным другим играм в очень ламповой обстановке. Советую, рекомендую и я уже подписан. Ссылочка в описании. Залетайте, не пожалеете. Ну что же, тот день, когда Золотая Орда с Тевтонским Орденом столкнуться настал. Время пришло. Позднее Средневековье, правда. Пушки, порох и всё в этом духе. Мортиры, гаубицы. Короче, будет весело, гарантирую. Три армии на три. 4814 бойцов Тевтонского Ордена и 4164 бойца Золотой Орды. Тевтонский Орден в основе своей имеет товарищей пистолетчиков, да? Хенджанерс. Также подразделение пеших рыцарей, латников. Какие у них нагрудники, посмотрите, эпичнейшие доспехи. Сет латный. Также кулеврины и мортиры. И немалое количество кавалерии. Опять же, латных рыцарей, ветеранов, сержантов. Копейщики тяжелые, ну, с павязами. Ну, в общем, всё как полагается в нашем позднем Средневековье. Тевтонский Орден готов сразиться с Золотой Ордой. С новым вооружением. Кавалерия Орды не страшна. Но и Орда привела за собой не только всадников. Тут у нас бойцы харизмы. С тоже очень интересным вооружением. Пороховым, конечно же. Ну, и само собой, с территории Индостана были доставлены слоны боевые. Кто победит в этом сражении, не ясно. Я впервые, как и вы, будем рассматривать сейчас бой. И да победит сильнейший, я не знаю, кто победит. Это самое интересное. Люблю подобного рода сражения разыгрывать, потому что, ну, ты реально не знаешь, кто в этом сражении кого оболеет. Кулеврины уже начинают делать залпы. Итак, или это была мортира? Скорее всего, это мортира. У кулеврины дальность все-таки поменьше будет. Один из слонов уже что-то окровавленный. Что произошло? Залп, пипец. Там, конечно, каша такая нормальная образовалась от залпа снарядов. В общем, слоны. Тяжелая пехота. Ручные бомбарды. Это уже кулеврина палит. Как там, кавалерия нормально держится? Прилетает, конечно, знатно. Но не так знатно, как в Total War 2. В риме втором от одной баллиста можно было выкосить косарь там бойцов. А теперь все-таки артиллерия не так жестко работает. Все-таки ядра прилетают и все. Не катятся больше, да? Что-то в воздухе взрывается. Я смотрю, что нам прямо везет. По ним не попадают. Это же сдевает некоторых всадников, конных лучников, да? О, вот этот хороший зал был. О, это уже мортирка долбит взрывными снарядами. Осколками пробивает. Тяжело бронированную пехоту Золотой Орды. Пошли мортиры, залп. Здесь снаряд пошел. О, хорошо. Всадникам, конечно, достается. Ну, сейчас Золотая Орда отхватывает. Но погодите. Слоны доберутся до своей цели. Там уже будет видно. Слоны, сами понимаете, штука такая. Опасная. Ух, залпы, конечно, серьезные. И давай еще, хорош. И еще. Итак, наконец-таки добираются слоны. Рубеж обороны сейчас вот-вот будет. Он как бы огорожен колючками, волчьими ямами, острыми камнями. Преодолен. Слонами и кавалерией. Правда, по волчьим ямам пройтись придет слонам. Кто-то погибнет, к сожалению. Колючком. Ой, какой кошмар. О, господи, что происходит? Хорошо, конечно. Обезопасили себя тевтонцы. Подготовились к сражению. Итак, кавалерия уже вступила в бой на левом фланге. Итак, понаблюдаем за натиском по пехоте. Развернулись резко, на рыцарей переагрились. Ничего себе. Даже влетели в инженеров кулевринских. Слоны пошли. Один из лонов даже добирается. Теряет мораль и возвращается вновь. Интересно. Тевтонские рыцари пеши же ждут. Натиска. Офигеть. Натиска и в самом деле эпичный был сейчас жесткий натиск. И еще натиск. Пимпец, конечно, врываются ордынцы. Слоны икски многие еще живые. По флангам сейчас кавалерия обходит. Хорош. Слоны выходят из боя. Их заменяет пехота. Отлично, отлично. Давайте еще залп. Он уже у нас стоит. Пистолетчики. Пистольеры. Золотые орды. Вот-вот начнут делать свои залпы. Сначала боя между пехотой завязалась сражение. Работают по обе стороны пистолетчики. Арбалеты и стрелы уже не берут. Платников. А вот пули. Уже немножко иной разговор. Прямо через свои жриды пытаются прочаржить всадники арбы. Тевтонцы и слоны, друзья мои. Тевтонцы и слоны. Безумие. Где вы такое вообще видели, друзья? Инженер потерялся. Окружили. Окружили рыцарей, слоны. Слоны, конечно, дикие. По флангам рыцарей, кстати, Тевтонского ордена, терзают. На дальнем фланге пехота, кстати, у Тевтонцев хорошо стоит. Ну вот здесь, на правом фланге, прям ад какой-то для рыцарей Тевтонского ордена. Слоны прям творят ужас. Сселяют страх. Да, здесь вообще на этом фланге просто все ужасно. У пистолетчиков имеются пави, значит, ну, как бы, да, за спиной. У них очень хороший ближний бой, значит, ближний бой. Так что, как что, они могут еще и сражаться. Неплохо таки. Но они сейчас наступают за слонов, понятное дело. Опасно с слонами сражаться. Должен никто не справится. Тут только лебарды, но лебарды-то имбаи не стоит ставить слишком жестко. Туда монголы проиграют просто от того, что и лебарды есть. Потому что в лобовую чаржат. Но это же не игроки. Здесь, к сожалению, реплеи не отыграешь с игроками. Бой отыграешь, а реплеи не запустишь. О, хорошо, снарядик прилетел. А, правда, никого не забрал. Ситуация на карте левый фланг. Хорошо стоит. Хорошо стоит. Тут работают пистолетчики. Разрешает свой боезапас, как видим. Забирает потихонечку тяжелую группу всадников Золотой Орды. Работают мортиры. Здесь пока все очень даже хорошо прикрывается. Опять натиск кавалерии. Блин, вот натиск, конечно, Золотой Орды. Именно всадников. Это вот что-то неописуемое. На уровне жандарма Франции для благородных рыцарей Англии или тяжелых рыцарей Священной Римской империи немецкой, да? Конечно, Золотая Орды. Это мощь. О, разрешает боезапас. Пистолетчики работают. Как дела у пистолетчиков Золотой Орды? Против тоже накидывают. Но у них прям ружья зашибись выглядит, да? Гораздо лучше, чем у... Тифтонцев, на удивление. Что-то более позднее, да? Дурон повыше. Ох, еще кавалерия влетает рыцарей. Сам полководец, сам магистр вступил в бой. Спасает копейщиков. Слоны, конечно, забрали очень много, но и погибает довольно быстро. В итоге-то... Еще один полкан Севстонского Ордена, зам магистра. Смотрите, кавалерия отходит, пытаются его обойти. Разворачиваться снова зачем-то непонятно. В общем, правый фланг сметен. Левый фланг пока держится. Смортиры работают. Копейщиков тяжело протянуть, но... Для Золотой Орды и ее кавалерии это не проблема. Еще и по ним работают сейчас эти вот пистоличики. Прям взял по-таке, будто на тис кавалерии. Вот оно. Сражение в позднем средневековье, друзья мои. Дикий ад. Монголов многокультурная, многокультурная. Как вы понимаете, армия. Там и товарищи с Китая, и индусы, и харизмы. Татары и множество, множество других племен. А тефтонцы полагаются только на свои силы. Но, как видим, тефтонцы, к сожалению, по этому противостоянию пали. Несмотря на то, что у них была артиллерия, им не удалось сломать Золотую Орду. Слишком Золотая Орда имба. То есть, мало того, что у них кавалерия очень тяжелая и опасная для натиска и в ближнем бою, в принципе. Так еще они не обладают луками. Что, прежде чем держануть, наносят урон. Таким образом, при натиске гораздо выше урон. Когда они получаются, они забирают гораздо больше. Делают фрагов, естественно, в благодаря этому. Хороший имба. Еще стоят пистолетчики более-менее. Надо сейчас дать залп и встать, короче. Хватит убегать уже однозначно. Смотри, сколько мортир из... А, это кулеврина вообще. 86 фрагов. Тьма не дурно. От Золотой Орды мало что осталось. Кстати, в любом случае, тоже заметься. Ну и все, тефтонцы бегут. Остался мой полководец. Посмотрим сейчас по статам, кто сколько сделал. Фрагов интересно посмотреть. Очень интересно. Натискал полкана. Сразу 9 фрагов. Не дурно. Не дурно. 18. Немножко поможем тефтонскому ордену за... Шахтство хафсидов. Давайте слонов чержанем. От Натиска упадут слоны, интересно. 1 упал, 2 упал. Нафига себе, как будто кавалерия Рохана, и все упали. Потому что пистолетчики своих убили хорошие. Подставил слонят, бывает. Итак, что у нас тут в поста? Там первый стак. Орды. 131. Фраг сделал. Кавалерия. Слоны меньше. Гораздо. Итого. 131. Здесь тоже 131. Удивление. Как-то вот прям ровно-вровно. Здесь у нас 122. И в итоге. 131 фраг, да? У нас отряд здесь кавалерии у монголов сделал. У тефтонского ордена. В Ливрину 124 вижу. Пехота неплохо поработала. Кавалерию вообще изнасиловали просто. Но вообще ничего не сделала. Хотя кавалерия очень тяжело у тефтонцев. Здесь тоже по минимуму, опять же, пехота хорошо поработала более... Хотя этот стак был во центре. Его вообще же разнесли сразу же. И третий стак. Здесь пехота 209 фрагов. Не дурно. В общем, что я могу сказать? У тефтонцев было много артиллерии. Вот. Очень тяжелая пехота. Гораздо тяжелее пехота, чем у монголов. Гораздо лучше. Однозначно. Ну вот. Кавалерия должна быть, по идее, равной по силе. Не знаю, как так, но монголы, короче, победили. Я не ожидал такого. К тому же еще монголов в этой битве было меньше. Слоны очень мало кого забрали. Многие слоны пали, не добравшись до... Ну, наверное, больше половины пала, не добравшись до позиции тефтонского ордена. Благодаря пушечкам. А, да. Жесть. Ну, короче, кавалерия. Золотой орды. Это... Это вам не шутки. Эх. За кого были, вы пишите в комментариях. И предлагайте свои идеи для следующих годовиков. Вы лучшие. До скорых.